Всем привет! В этом видео я хотел бы немного поговорить о рынке подержанных автомобилей в Германии. В Германии действительно продается очень много подержанных машин по одной простой причине. Немцы по статистике меняют в среднем каждые три года машины, покупают новые машины, продают свою старую и покупают новые. У нас даже в 2008 году, во времена финансового кризиса, была такая акция, отдаешь свою старую машину, покупаешь новую и получаешь 2500 евро компенсацию. Как говорится, правительство Германии поддерживает тоже автомобильную индустрию. И они тоже заинтересованы, что машины продаются, получают налог и все такое. Сколько стоят машины в Германии? Хорошая машина стоит, конечно, хорошо. Вот, к примеру, Volkswagen Passat, 106 тысяч пробега, 2005 года, 9,950. Полная комплектация, полный фарш, как говорится. Еще один Passat, 5-го года, 119 тысяч пробежал, дизельный, 2-х литровый, 9,950. А что насчет дешевых машин? Ну, дешевых машин, как многие считают, что в Германии можно хорошую дешевую машину купить. Я думаю, это, наверное, не так. На этой площадке я видел одну машину за 600 евро. Сейчас я покажу, что можно купить за 600 евро. Ну, а в этом ряду уже стоят машины попроще, подешевле. Smart, допустим, 45 лошадиных сил 2000 года, 114 тысяч пробега, 2,650. Fiat. 88 тысяч пробега, 2002 года, 1950. Fiat. Так, ну и где она, которая за 600 евро? Сейчас я до нее дойдем. А вот C-класса, 2-го года, 2,7 литра объем, 219 тысяч пробега, дизельный, 5,950. На литье. И в самом конце, на самых задних рядах, стоит красавец за 600 евро. Рено Меган, 217 тысяч пробега, 98-го года, 1,6. Но состояние, как вы сами видите, не очень уж и хорошее. Тут весь поцарапанный. Там вся бочина поцарапанная. Ржавчина. Сторона вся полностью царапанная. Тут вмятина. Бампер уже был подкрашен. Тут тоже вмятина. А кузовщина со всех сторон уже помята, поцарапана. Вот такую машину можно купить за 600 евро. Я бы сказал, ничего хорошего. Но, наверное, она будет ездить еще какое-то время. А вообще, если кого-то интересует машины в Германии, лучше всего искать в интернете. Самые два большие сайта это mobili.de mobili.de Там можно даже на русском языке искать. В описаниях. Правда, стоит на немецком все. Но многие продавцы машин говорят на русском. Они так и пишут в описании. Говорим по-русски. Можно созвониться, поговорить с ними. И еще есть один большой сайт. autoscout24.de Ну вот на этих двух сайтах можно найти любую машину В основном все продавцы машин выставляют машины туда на продажу. И я уже сам много раз покупал машины через эти сайты. Очень удобно. Фотографии стоят. Описания. Но машину надо брать не по интернету, а все равно смотреть самому. проехать на ней. Посмотреть на ней вживую, как говорится. Ну на этом и все. Короткое видео поддержанных машинок Германии. Если вам нравится о том, что я рассказываю, снимаю, заходите на мой канал, подписывайтесь, и будут еще следующие видео. Пишите, о чем хотели бы еще узнать в Германии. Сниму с удовольствием. Всего хорошего. Сниму с удовольствием.